Уже сорвали заглушки, там ливень, понятно, будет туда вода попадать, начнет гнить, будет оборудование портиться. То есть мы можем, да, посмотреть, и здесь уже посрывали. Елена Леднева осматривает игровые площадки, которые недавно были установлены во дворе дома, где она живет. Трепетное отношение к новинке вызвано и тем, что конструкции появились благодаря ТОСу «Уютный двор», председателем которого она является. Были потрачены очень большие деньги, и мы выиграли грант на благоустройство территории. Но сейчас нас волнует тот вопрос, что все-таки, я считаю, что нужно бережнее относиться к оборудованию. Игровые конструкции для детского досуга расположены на двух площадках, каждая из которых рассчитана на детей разного возраста. Снаряды можно назвать и антивандальными, потому что сделаны они из плотного металла. Тем не менее, даже такого предела прочности иногда недостаточно. Она должна пользоваться как карусель, а дети старшего возраста начинают раскачивать ее как маятник. Мне бы очень хотелось, чтобы взрослые, которые находятся на этой площадке, обращали на это внимание. О том, как правильно себя вести, подробно написано на калитке площадок. Инструкция дает наставления, которые очевидны для публичного и тем более детского места отдыха. Но не все условия выполняются охотно. В случае надобности прививать дисциплину обещают с помощью буквы закона. И виновному будет не отвертеться. Площадка в четвертом микрорайоне прекрасно просматривается камерами системы видеонаблюдения «Безопасный город». При необходимости видеоинформация может быть передана в правоохранительные органы для принятия решения о наказании тех или иных нарушающих порядок людей. Пока же эта площадка остается показательным примером, который покажет, как в Десногорске приживется новое и современное городское оборудование.